Андрей Колесников, «Знание сжатым». Расскажу о книге «Сильнее от невзгод». Лидеры мирового уровня делятся проверенными пандемией уроками, как добиться успеха в трудных условиях. Автор Джозеф Микелли. Автор книги спросил руководителей около 150 компаний из разных отраслей, чтобы понять, насколько успешно они справились с COVID-19. Главы книги, каждая со списком инструментов, планирование, охватывает вопросы безопасности, коммуникации, принятия решений, сотрудничества и проведения преобразований. Советы и методы, которые действуют и в обычное время, помогают руководителям быстро преодолеть следующий кризис и даже воспользоваться им. Кризис усиливает влияние лидеров, и вот почему следует подумать о том, какими запомнит их действия и решения в это трудное время. Исходя из этого, расставить приоритеты и подготовить планы. Основные идеи обзора книги. В отличие от терактов и других катастроф, пандемия COVID-19 затронула весь мир. Во время любого кризиса на руководителя ложится бремя огромной ответственности. В кризисной ситуации сосредоточиться в первую очередь необходимо на потребностях своих сотрудников. Во время кризиса лидеры должны больше общаться, тщательнее выбирать слова и ставить превыше всего правдивость. Указывать путь в трудные обстоятельства должны принципы вашей корпоративной культуры. Решите, какую ценность ваша компания может создать в кризисных условиях, исходя из потребностей своих клиентов и заинтересованных сторон. Лидерам не всегда следует быть впереди, хотя во времена кризисов они обычно находятся в центре внимания. Кризисы могут предоставить уникальные возможности для перемен. Пандемия нарушает связи и лишает чувства сопричастности. Поэтому мудрые лидеры укрепляют связи между сотрудниками и стейкхолдерами. Итак, первый топик. В отличие от терактов и других катастроф, пандемия COVID-19 затронула весь мир. Пандемия коронавируса заставила людей и организации во всех секторах и отраслях быстро реагировать, принимать решения и адаптироваться. В истории человечества государство и экономики восстанавливались и после гораздо более серьезных, чем коронавирус-бедствий. Таких как чума, оспа, испанка, а также после других кризисов. Отправиться от пандемии и стать еще сильнее, чем были до COVID-19, вам и вашей организации помогут традиционные стратегии и практики выживания. Во время любого кризиса на руководителя ложится бремя огромной ответственности. Многие лидеры считают, что они должны неустанно принимать во все личное участие и жертвовать собой, чтобы не показать себя слабыми и неспособными справиться со своими задачами. Но прежде чем помогать людям, лидеры должны позаботиться о себе. Прежде всего необходимо обеспечить себе перерывы для оздоровления, достаточно времени на сон, физические упражнения, хорошее питание, возможности обдумать свои чувства. Доведение себя до психологического выгорания перед лицом кризиса нельзя считать признаком сильного лидерства. Лидерство устойчиво и делает устойчивым другим. А это значит, что лидеры должны сначала привести в равновесие себя. Пандемия изменила устоявшиеся практики. Использование новых незнакомых методов работы в очередной раз доказало, что нужно учиться у других, в том числе и у конкурентов. Руководители, беседавшие с автором, присоединились к дискуссионным группам, общались к своим бизнес-контактам, посещали вебинары, слушали подкасты и за поем читали, чтобы узнать, что делают другие организации в их отрасли и за ее пределами. В кризисной ситуации сосредоточьтесь в первую очередь на потребностях своих сотрудников. Если ваши сотрудники работают удаленно, отведите им на личные беседы и такие светские темы часть времени, запланированных на рабочие звонки и онлайн-встречи. Продемонстрируйте свою заботу о сотрудниках, предлагайте им обсудить их проблемы, внимательно их выслушивайте, время от времени посылайте им домой подарки. Не нячитесь со своими сотрудниками, но представьте им инструменты и поддержку, в которой они нуждаются. Это может быть, к примеру, продление больничного для восстановления собственного здоровья или ухода за родственниками. Сделайте физическую и психологическую безопасность сотрудников своим основным приоритетом. Если перед вами стоит выбор, например, закрыть что-то или отменить, либо поставить под угрозу безопасность сотрудников или клиента, по умолчанию выбирайте первое. Так, сеть Whole Foods, например, увеличила период действия больничных, выделила средства на чрезвычайные ситуации. Лидеры должны прислушиваться к своим сотрудникам и заинтересованным лицам. Многие лидеры говорят, что во время пандемии слушают с большим вниманием. Например, руководство университета штата Тенниси привело более 40 тысяч онлайн-встреч и телефонных разговоров со студентами. У руководителей выяснили общие проблемы и выяснили, как, по мнению студентов, они должны решаться университетом. Лидеры других организаций обнаружили, что пандемия облегчила согласование встреч с занятыми людьми, и что это эти люди, и если их активно слушать, говорят больше и дольше рассказывают. Во время кризиса лидеры должны больше общаться, тщательнее выбирать слова и ставить превыше всего правдивость. В тяжелые времена люди ищут ответы у своих руководителей. В кризисных условиях невозможно уверенно отвечать на каждый вопрос и основывать каждое решение на проверенной информации. Собирайте как можно более точную информацию, но научитесь работать и с неполными данными. Никогда не делайте вид, что вам известно то, чего вам на самом деле неизвестно. Опишите сотрудникам полную картину, ничего не скрывая. Если вы не будете искренни, люди сразу это поймут. Распространенное мнение о том, что во время кризиса руководители должны беспрерывно общаться – это миф. Люди перестанут вас замечать. Выясните, что наиболее важно для ваших сотрудников и заинтересованных сторон, и сосредоточьтесь на этом. Объясняйте свои решения и причины, по которым вы их принимаете. Не допускайте того, чтобы из разных частей организации поступали противоречивые сообщения. Середуйте свои каналы связи, чтобы избежать усталости от зум и удержать внимание сотрудников. Сохраняйте оптимистический тон. Как лидер показывайте свое подлинное «я» и собственную уязвимость. Не скрывайте своих эмоций. Создайте в своем коллективе атмосферу психологической безопасности. Рассказывайте о своих ошибках. Не подчеркивайте границу между рабочей и личной жизнью своих сотрудников. Например, во время онлайн-встреч не раздражайтесь из-за того, что на заднем плане появляются дети или слышно шум. Спрашивайте сотрудников об их детях, домашних животных, других аспектах их семейной жизни. Используйте возможность, возникшую в результате пандемии, чтобы лучше узнать своих подчиненных и укрепить отношения с ними. Указывать путь в трудных обстоятельствах должны принципы вашей корпоративной культуры. Проявляйте сострадание в общении с людьми, особенно во время кризиса. Сострадание и оказание поддержки – важные навыки, которые нужно укрепить во время пандемии и продолжать развивать вместе со своей командой и в будущем. Эмпатия означает, что вы понимаете, что чувствуют другие, то есть способны поставить себя на их место и, когда нужно, психологически поддержать их и вселить надежду. В отличие от эмпатии, сострадание – это действия, например, шаги, удовлетворяющие потребности людей. Так больничные медсестры, проявляя сострадание, продолжали находиться рядом с умирающими пациентами и держали перед ними планшеты, чтобы те могли попрощаться со своими близкими. Позже их руководители, испытывая сострадание, сам успокаивал своих сотрудниц и пригласил консультантов для психологической помощи. Во время кризиса, такого как COVID-19, людям может казаться, что они должны работать лучше и стараться обогнать коллег или другие команды, чтобы избежать увольнения. Но так руководители General Electric Healthcare быстро заметили эту тенденцию и показали коллективу, что для них здоровье и безопасность сотрудников важнее производительность. Руководители следили за рабочим временем и вмешивались, когда видели, что кто-то работает слишком много. Хорошие руководители заботятся о своем собственном состоянии, проявляя сострадание и помогая подчиненным заботиться о себе. Решите, какую ценность ваша компания может создавать в кризисных условиях, исходя из потребностей своих клиентов и заинтересованных сторон. Пандемия так сильно повлияла на многие отрасли, что изменились и ценностные предложения для клиентов. Например, организаторы мероприятий и встреч больше не смогли создавать ценность, готовя оффлайн мероприятия. Но они доказали свою полезность, помогая клиентам отменять ранее запланированные мероприятия и организуя их виртуальные аналоги. Схожим образом медслужбы расширили для пациентов возможность онлайн общения с врачами. В этих обстоятельствах лидерам необходимо переосмыслить деятельность своих компаний по созданию ценностей. Сохраняя основное направление бизнеса, они должны внедрять инновации, чтобы открывать новые возможности для удовлетворения потребностей клиента. Для этого необходимо налаживать контакты, выяснять, что нужно заинтересованным сторонам, обсуждать и слушать. Во время кризиса руководители некоторых организаций бесплатно предоставляли нуждающимся предметы первой необходимости и оказывали срочные услуги, понимая, что проявляя доверие и доброй воли, почти всегда окупаются в долгосрочной перспективе. Ваш общий подход к тому, как вы слушаете людей, должен гарантировать две вещи – понимание и сочувствие. COVID-19 поставил многих лидеров перед более трудными в сравнении с обычными временами моральным выбором. Как признать, что вам требуется помощь и показать свою уязвимость? Когда делиться информацией и действовать, руководствуясь состраданием и ценностями компании? Смелость – это не отсутствие страха, это умение ему противостоять. Возможно, вам придется признать, призвать на помощь свою смелость, чтобы принимать важные решения, владея полной информацией. Например, в Airbnb почти половина клиентов отменила из-за коронавируса бронирование. Клиенты хотели вернуть деньги, а домовладельцы не хотели лишаться дохода. Следуя своим основным принципам, в данном случае правилу безопасности, Airbnb решила вернуть деньги в полном объеме. Такое решение требует мужества. Потеря дохода нанесла ущерб Airbnb ее партнерам, инвесторам и сотрудникам. Компания сократила четвертую часть персонала. Тем не менее, лидерам не избежать решений такого рода. В случае Airbnb ее руководители подчеркивают, что сделали бы тот же самый выбор снова, только более подробно рассказывали бы о причинах своих решений. Лидерам не всегда следует быть впереди, хотя во время кризиса они обычно находятся в центре внимания. В стрессовых ситуациях люди хотят видеть своих руководителей и знать, что они думают. Поэтому будьте рядом со своими командами. Не просите кого-то идти на риск или выполнять трудные задачи, в то время как вы сами остаетесь дома в безопасности. Боритесь с обстоятельством вместе с подчиненными. Приходите на работу, если ваши сотрудники должны присутствовать на рабочем месте. Срежьте собственный оклад, если он снижен персоналу. Или в случае медучреждений проводите время с потенциально инфицированными работниками, врачами, медсестрами, другими медиками. А в других случаях лидеры должны отойти в сторону, чтобы предоставить подчиненным самостоятельность и возможность самоорганизации. Во время кризиса хороший руководитель находится впереди, когда это необходимо, но знает, когда отступить в сторону или наоборот включить в работу своей команды. Кризисы могут предоставить уникальные возможности для перемен. Чтобы компания оставалась продуктивной и даже, возможно, увеличила свою продуктивность, определите задачи первостепенной важности. Расставьте их по порядку и сообщите о них коллективу. Задачи должны быть сформулированы просто и понятно. Поговорите с сотрудниками, занимающимися различными проблемами и поиском возможностей и понаблюдайте за ними. Помогите им преодолеть препятствия. Обеспечив хорошие инструменты, процессы, технологии, вы добьетесь преимущества для своей компании. Люди инстинктивно сопротивляются переменам. Боритесь с самоуспокойностью и страхом перемен, вовлекая сотрудников в поиск новых возможностей и предлагайте им разрабатывать инновации. Указывайте им те участки, где возникла самая важная стратегическая потребность. Например, бизнес крупного застройщика Clayton Homes сильно пострадал во время пандемии. Компания больше не могла влиять на начало строительства новых домов, однако могла заниматься заявками на ипотеку. По заданию руководства сотрудники сосредоточили внимание на той части бизнеса, где были в состоянии изменить ситуацию. Это позволило компании Clayton Homes найти решение и предотвратить упадок. Руководство журнала Time под влиянием кризиса ускорило цифровую трансформацию. В результате были созданы совершенно новые продукты, которые привлекли больше подписчиков и последователей. Компания Weight Watchers превратила десятки тысяч запланированных офлайн занятий для клиентов в виртуальные, увеличив число коучей и в итоге расширила свое присутствие на мировом рынке. Пандемия нарушает связи и лишает чувства сопричастности. Поэтому мудрые лидеры укрепляют связи между сотрудниками и стейкхолдерами. Когда разразилась пандемия, многие руководители изо всех сил пытались найти инструменты и технологию для удаленного подключения сотрудников, а затем научились людей ими пользоваться. Изучение, обмен передовым опытом и эксперименты стали жизненно важными для поиска новых способов сотрудничества и оказания помощи. В любых ситуациях, в кризисных особенно, лидеры должны поощрять и вознаграждать сотрудников, которые помогают друг другу и проявляют заботу. Отсутствие признания – третье по частоте ухода сотрудников из компании после вопросов вознаграждения и карьерного роста. Во время пандемии многие сотрудники, работающие дома, чувствуют себя одинокими и изолированы. Другие, в том числе и медицинские работники, продавцы розничных магазинов, водители служб доставки, рискуют своим здоровьем, продолжая оказывать услуги на передовой. Цените их и выражайте свою благодарность. Публично хвалите и благодарите своих подчиненных. К примеру, некоторые компании отправляли сотрудникам посылки с продуктами и предоставляли им возможность хоть какого-то развлечения, выдавая подарочные сертификаты на обед, фудкорте или на вынос. Подумайте, как сделать что-нибудь в духе акции «Годива» и «Старбакс», которые бесплатно посылали соколад и кофе работникам больниц и экстренных служб. Жесты, признания, знаки благодарности и награды не должны быть одинаковыми для всех. Делайте их индивидуальными. Лично познакомьтесь с членами своего коллектива, партнерами и клиентами. Практикуйте эмпатию, чтобы лучше понимать опасения, потребности и стремления людей. Продумайте варианты индивидуальной помощи, как это сделали руководители Ельского университета. Хорошо зная своих сотрудников, одним они предложили практику прохождения собеседования, другим подобрали соответствующих интересам стажиров. А руководство Leading Authorities, специализирующееся на организации выступлений, пришло к выводу, что некоторым клиентам требуется помощь при переходе на виртуальные встречи, а другие при переговорах с отелями об отмене бронирования. В таких ситуациях одним могут потребоваться консультации по технологиям проведения веб-совещения, другим тренинг навыков эффективной презентации в интернете. Кто-то хочет перенести бронь в гостиницу, другие вернуть средства. Чтобы разработать уникальное решение, погружайтесь в проблемы своих клиентов и работайте с ними индивидуально. Тогда вы найдете лучший вариант для каждого случая. Под видео вы найдете ссылку на данную книгу. Меня зовут Андрей Колесников. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч! Продолжение следует...